20 минут о красивой жизни на 31 канале. Это Бьюти Тайм. Всем здравствуйте. Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника Формула. Когда в 90-е годы в Челябинске стали появляться первые салоны и бутики, мало кто мог предположить, что эти бренды станут настоящей модной историей нашего города. На юбилеи известной сети салонов одежды и обуви побывала программа Бьюти Тайм. Концентрация стильно одетых VIP-персон нашего города говорит о том, что повод, который собрал их вместе, по-настоящему весомый и значимый. 20 лет назад в Челябинске открылся первый салон 21 век. Когда мы открывали путьик 20 лет назад, то есть мы сразу же его назвали 21 век. 21 век это как, ну, мы идем в будущее сразу же. Был еще 98-й год. И мы мечтали о том, чтобы наш магазин был в самом лучшем городе, чтобы у нас были самые лучшие марки. И покупатели всегда были и оценивали нашу работу. А что такое оценивать нашу работу? Мы, когда видим людей в нашей одежде, в нашей обуви, то мы очень признательны, что люди оценили то, что мы стараемся и везем в свой город. Бизнес в России – дело очень непростое. А 20 лет успеха вообще приравнивается к подвигу. Не всегда все получается. У меня много было в жизни моментов, когда падаешь, но всегда выдыхаешь, встаешь и делаешь следующий шаг. Девиз нашей семьи – кто не рискует, тот не пьет шампанское. Этот девиз у меня практически с юности. И второе – вперед, вперед, вперед и ни шагу назад. Несмотря ни на какие трудности. За два десятилетия удалось собрать вокруг себя настоящих ценителей премиального европейского качества. 21 век ВИП – это самая красивая, самая стильная, дорогая, шикарная одежда. Это самые модные луки, самые модные тенденции. Вот, например, у меня в этом году была свадьба у дочери. Ну, куда мне идти? Меня здесь сядили, обули, нарядили. И я по полной программе пошла на свадьбу с своей дочерью. Мне нравится здесь все. Сама атмосфера, их отношения. Чашка горячего вкусного гофи. Показ с участием гостей – неотъемлемая часть модных вечеринок. В сезоне «Осень-зима-2019» по-прежнему актуальными окажутся оверсайз, удобный расслабленный стиль в дизайнерской подаче, спортивные элементы, проникающие в классику и кэжуал. Также итальянские и французские дизайнеры предоставляют возможность продемонстрировать в новом сезоне стройную фигуру. Я желаю им фортуны, удачи, успеха, процветания, здоровья всем женщинам, которые организовали этот бутик, которые открыли этот бутик. Ольге, Юле, Ирине Леонидовне и всем девочкам, которые работают внутри бутика. Те традиции, которые они установили, добросовестности, честного отношения к своему делу, любви к клиентам и так далее, они на самом деле настоящие. Это подкупает и хочется, чтобы это было и дальше. Это такой островок доверия, дружбы, взаимоотношений настоящих, ценных, которые не ценные, а бесценные, наверное. Столько людей, столько красивых людей. Вот такая организация, место, ну потрясающе. Я могу только за них порадоваться и пожелать, они еще через 20 лет встретятся. Пусть будет всегда 21 век с нами. Любовь и признание, пожалуй, и есть та самая движущая сила, которая позволяет столько лет оставаться в лидерах, справляться со сложностями и двигаться дальше. И пусть все до одного желания, загаданные в этот вечер, обязательно сбудутся. Это Beauty Time, далее в выпуске «Мода как бизнес». Историю людей, которые решили посвятить себя фэшн-индустрии и смогли добиться в этом больших успехов. В парикмахерский мир он пришел вместе с современной концепцией окрашивания, где важен не цвет, а плавные переходы. В свои неполные 30 Павел Шеф достиг больших высот. В кругах селебрити его знают как талантливого стилиста, а в кругах коллег-парикмахеров как внимательного к деталям, скрупулезного и последовательного преподавателя. Его мастер-классы расписаны на месяцы вперед и собирают полные залы профессиональной аудитории. Началось все это вообще с детства. В принципе, с 9 класса я уже понимал, что мне это все интересно. У меня мама художник-модельер по одежде, сестра рисовала картины, бабуля певица-танцовщица. Поэтому никак я в таком окружении такой семьи не мог быть физиком. Поэтому явно тоже творческая профессия. Мне это все нравилось. Видел красоту в женщинах как-то. И мне хотелось тоже помогать, дополнять образы. И как-то все так развивалось и шло к этому. Начал пробовать и стало получаться. И пошел уже после 11 класса профессионально обучаться этому. И вот так все пошло-пошло дальше. Это должно быть изнутри. Я не могу сказать для тех, кто, знаете, там родители, некоторых заставляют и говорят, типа, ну, пойди в парикмахеры. То есть как просто, типа, не получится, пойдешь в сантехнике. Это все-таки у людей должна быть творческая жилка. Вот если она у человека есть, если он хотя бы умеет рисовать, если он, может быть, пробовал макияж делать, да, девушка или парень. То есть творческая жилка, она должна быть, чтобы вы понимали, что это вообще у вас руки как-то и восприятие работают в правильном направлении. Вы видите, что человеку будет лучше. Оно, конечно, с каждым годом развивается, если вы стараетесь для этого, да. Но если у вас совершенно нет никаких навыков и творческого такого начала, то, наверное, будет сложнее. Однозначно позитив, чувство юмотра, да, добро, любовь к людям, в первую очередь. Чтобы делать красиво, нужно любить людей. И с уважением относиться к каждому клиенту, как к последнему, и создавать именно красоту для него. Я думаю, это основное. И трудолюбие, естественно, работать, работать и работать, потому что успех, он, его сложно очень получить. Поэтому только старания могут привести тебя к какому-то успеху и популярности. Честно говоря, я уже скучаю по такой прям салонной работе, поскольку сейчас много очень стало мастер-классов. Это примерно два раза в месяц. И, конечно же, я люблю и клиентскую работу, и работу с коллегами, с мастерами. По всем городам мы ездим вообще во все города. И это тоже полезный труд – делиться своим опытом, своими знаниями среди коллег, поскольку мне все равно все благодарны. И мне приятно, что я кому-то сделал хорошее. Ну и однозначно люблю клиентскую работу, тоже скучаю, поскольку ее стало сейчас меньше. То есть у меня определенный круг клиентов. Мы новых клиентов уже новых не берем год. Ну, для меня это самое интересное. Создавать образ именно по цвету – это сложнее для меня, чем стрижка. И всегда было интересно создать цвет, который подчеркнет красоту и глаз, и оттенок кожи. То есть все это гармонично. Ну, во-первых, это сложно, а мне всегда интересно, что сложно. Потому что не каждый решится заниматься цветом. А мне это очень нравится, и это интересно, красиво. Я мечтаю все-таки побольше тоже раздать знаний, собрать какую-то команду в дальнейшем, чтобы освободить в себе больше времени, чтобы все-таки мы с моим директором Станиславом Давыдовым сделали общее дело. И это был салон красоты, куда мы бы приходили, вдохновляли людей, и за нас бы кто-то бы работал. Конечно, я бы в дальнейшем хотел отдыхать и не работать, просто направлять людей, чтобы была какая-то возможность сеть салонов красоты, и не работать. Ну, и путешествовать по миру, ездить, отдыхать, и создавать какую-то сеть такую, чтобы люди работали под нашим брендом и помогали другим стать лучше, прекраснее, красивее. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирово, 159. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Сбалансированный рацион питания – это когда в правильном соотношении представлены белки, жиры и углеводы. Для каждого из этих компонентов свое время приема и свои идеальные сочетания. Эксперты нашей рубрики, специалист пищевого производства Надежда Келунова, а также врач-гастроэнтеролог, диетолог и элементолог Наталья Маркина сегодня рассказывают об углеводах. У нас все продукты содержат и белки, и жиры, и углеводы. Но преимущественно какие-то белки и преимущественно какие-то углеводы. Примером таким, например, если взять сахар – это чистый углевод, стопроцентный. Если взять сало или растительное масло – это жир, то есть это жировой продукт. Поэтому что здесь очень важно? Сочетать с подобным то, что содержит тоже углеводы. Это овощи, фрукты, пожалуйста. Ни с молоком в хорошей сочетаемости круп нет, ни с мясными, например, продуктами. Оттого и нарушение пищеварения. Традиционно в России крупы считались основным блюдом. Это и гречка, это и горох, это и пшеница, это и ячмень, из которой делаются перловая и ячневая крупы. Это богатейший ассортимент различных блюд, которые можно изготовить из круп. Крупы содержат самое главное, они содержат большое количество энергии – это углеводы, это крахмалы. Крупы содержат большое количество белка, крупы содержат витамины, минералы. Если вы, допустим, те же сказки читали и фильмы смотрели, была русская печь, в которой закладывалась крупа, туда наливалась вода и она томилась в горшке или в чугунке, я не знаю там по времени, когда что было. И туда, кроме масла, в напаренную крупу больше ничего не добавляли. Кстати, имеет значение не только сочетание, но и время приема каш и других блюд с участием круп. Перевариваемость круп с утра не очень активная. И поэтому каша здесь является диетическим продуктом у людей, у которых есть гастрит, гастрододениты. И чтобы легче и безвреднее осуществить пищеварение, то есть насытить как-то организм, введена была в качестве именно диетической такой рекомендации каша на завтрак. Но чаще всего это были слизистые каши, разваренные, это овсяное и рисовое. Вот с чего началось поедание каш по утрам, скажем так. Но если говорить о физиологии пищеварения, если нет проблем с пищеварением в виде диагнозов, то каши, то есть крупы, лучше есть в обед и вечером, согласно ферментативному обеспечению в течение дня. Если говорить о качестве различных видов крупы, как правило, оно определяется степенью очистки сырья. Именно поэтому стоимость одинаковых позиций от разных производителей может отличаться существенно. Главный критерий для любой крупы – это засоренность. То есть наличие других крупинок, наличие посторонних примесей, это может быть еще прийти из сырья, сорные семена какие-то попали, может быть камушки, то есть это минеральная примесь. И поэтому только серьезные, проверенные изготовители могут себе позволить хорошее и производительное, и в большом количестве оборудование для очистки этой крупы. Поэтому мы доверяем именно крупным торговым маркам, которые имеют в своем портфеле большие крупозаводы с серьезной техникой. В давние времена люди употребляли в пищу только то, что произрастало в своем регионе. Ситуация менялась на протяжении веков. Так, например, рис прочно обосновался в рационе русского человека. А нашу гречку полюбили жители других континентов. Мы два основных направления берем. Это, естественно, длиннозерный рис, который больше рекомендуется на какие-то восточные изделия, на рассыпчатый плов, возможно. И рис круглозерный, который лучше использовать для каши, который как раз дает более вязкую структуру и будет интересен для какого-то вязкого блюда. Если мы будем с вами говорить, например, о гречневой крупе, она у нас царится круг всех. И ее традиционно в России любят. И теперь смотришь, очень большой интерес она вызывает и на Западе, и на Востоке. У нас, например, клиенты из Японии, из Китая очень интересуются нашей гречкой. Мы имеем возможность производить манную крупу из пшеницы из твердых сортов. Этим мы отличаемся от большинства изготовителей и от большинства продуктов, которые предоставлены в наших магазинах. Наша манная крупа сделана из твердой пшеницы. Такая манка усваивается медленнее, соответственно, очень плавно идет насыщение, нет чувства тяжести, как после обычной манной каши. И она помогает держать организм в форме, фигуру в форме. Быть в форме и следить за рационом – сегодня это норма жизни успешного человека. А профилактику многих заболеваний врачи напрямую связывают с тем, что и как человек употребляет в пищу. Они же, медики, настаивают на том, что, несмотря на общие правила, все эти вопросы должны решаться индивидуально. Это Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Красный цвет дизайнеры предлагают уже не первый сезон. У красного много значений. Этой осенью он символизирует тепло и жизнерадостность. Наряду с черным и белым этот цвет относится к классическим. Тем не менее, с этим оттенком нужно быть осторожнее. В комплектах его лучше использовать для создания удачных акцентов. В этом сезоне самое актуальное сочетание красного, как ни странно, с красным. Если решитесь на такой то-то лук в повседневной одежде, то точно не останетесь незамеченной. Конечно, есть риск перегрузить образ, поэтому стоит соблюдать несколько простых правил. В дополнение к красному можно выбрать еще один-два цвета, которые будут его оттенять. Как, например, брюки с рисунком. Крупный цветочный принт все равно перетянет все внимание на себя. Крайне важно выбрать правильный оттенок красного. Это позволит вам оставаться в тренде и становясь при этом жертвой моды. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Зоне Кривой 30. Шесть красных Вольцвагенов Пола, сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов Всего более 100 тысяч призов от компании Макфа достанутся счастливым участникам розыгрыша «Красная машина». Стать обладателем иномарки и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно сохранить. А код зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете зарегистрировать до трех кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Акция проходит с 15 июля 2018 по 15 января 2019 года. Сюжеты Beauty Time в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу BeautyTime нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда BeautyTime ТВ благодарит партнеров проекта «Модный дом я», студию макияжа «Френды» и мидж-студию Елены Ивановой. Субтитры подогнал «Симон»